Если еще до войны вы регистрировались на сдачу ВНО по любому из предметов, то вас автоматически зачисляют в списке желающих пройти мультитест, рассказывает Анатолий Анисимов. До конца апреля из центра оценки вам должны направить логин и пароль доступа на вашу персональную страничку. Те, кто регистрировался еще до начала военных действий, получили сертификаты, то логин и пароль – это номер вашего сертификата и пин-код вашего сертификата. Те, кто не получили сертификаты, вы должны были получать на той контакте или телефон, или e-mail, который вы оставили при регистрировании, эту информацию. Проверьте, пожалуйста, свой мобильный телефон и свою электронную почту. В анкете, которую вы найдете на персональной странице, вы должны подтвердить свое желание участвовать в прохождении тестирования в этом году. Если вам нужно вступать в 2022 году до высшего учебного учебного законодательства, то, естественно, что вам нужно брать участь в мультимедийном тестировании, в мультимедийном тестировании, и вы должны поставить позначку «Так», что вы будете брать участь. Если вы регистрировались на ЗНО только для того, чтобы пройти ДПА, а вы знаете, что ДПА в этом году в какой-то форме скасована, то, естественно, вам мультипредметный тест не нужен, и вы скажете «Н». Вторым пунктом в анкете нужно будет оказать место, где вы планируете проходить мультитестирование. Поскольку многие школьники за время войны вынуждены были покинуть свои дома и выехать за рубеж, то этот вопрос сегодня особенно актуален. Если до конца месяца вы не получили логин и пароль, обращайтесь в региональный центр оценки качества образования. Анатолий Анисимов отмечает, пробного тестирования в этом году не будет. Вместо него в середине мая на сайте центра должен появиться открытый вариант мультитеста для самопроверки. Демонстрационный вариант, фактически на него можно спираться, чтобы иметь уяву, как все будет происходить. То есть, к нему будет дана и спецификация, и критерии оценки, и школа перевода тестовых баллов в 100-бальную школу. То есть, все это будет, но это будет только демонстрационный вариант, то есть одинаковый для всех. Тестирование предварительно планируют провести в июле. Хотя подробности, как именно оно будет организовано, в частности, за границей на оккупированных территориях, пока остаются неясными.